Я, Дмитрий Алексеевич, начальник отдела управления персоналом. 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 Мы, каким-то образом, даже до последнего года были в программе целевой подготовки. У нас сняли, оставили те предприятия, которые имеют госзаказ. Я имею в виду, это наши предприятия. Куда мы входим? Мы входим в топливную компанию. ТВЭЛ. ТВЭЛ – это аббревиатура. Времени нет объяснять, что это такое. Не пугайтесь. ТВЭЛ – это топливная компания, 48% и так далее. Что сюда входит? 12 производственных предприятий, 3 Котуховских бюро и одно НИИ. Вот это Котуховское сельское бюро, Центротех СПБ – это мы. И с нас началась атомная программа. В этом году, в декабре, нам 70 лет. И вчера конференция уже состоялась вместе с вами. Дальше. Тема доклада. Дальше. Тема доклада, да. Тема доклада, значит, это у нас отбор лучших. Это элемент кадровой политики. И смысл вот этого элемента состоит в том, что, конечно, все хотят получить лучших. Сейчас особенно, когда нет такого распределения. Но как это кто делает? Это, значит, и у нас тоже в системе Росатома было до недавнего времени вот делал каждого. Но так как проблема камня вот этого вот моста поколений старшая и провал среднего исчезнов набирает молодежь, чтобы воспринять технические знания, они, так сказать, могут быть восприняты только, значит, лучшими, а не каждый привел к тому, что решили создать в Росатоме систему. И приказом, значит, генерального директора Кирьенко от февраля 2013 года, 22-го в частности, были введены типовые, отраслевые и методические указания по формированию планов заполнения ваканских должностей выпускниками образовательных учреждений. И в рамках вот этих вот, значит, вот этой вот теперь уже системы, значит, вот вывелись такие основные элементы, именно связанные с, значит, главными специалистами, которые будут решать всё улучшим. Это создать единую, а просто не улучшить тему отбора лучших выпускников. И вот она сейчас создаётся. Кое-что уже сделано, то есть я вам докладываю, что называется, горячий такой материал. Что-то ещё делается, и, значит, ключевые принципы, ориентация на лучшие отраслевые, а мы в практике. Ожидаем результаты, вот здесь, пожалуйста, тоже даны, что, значит, у лучших, значит, у... И причём мы ориентируемся на что? Что не просто вот так вот узкопрагматически, ага, вот вы, ну вот, ты плохой, ты не очень, ты хороший, вот ты лучше, мы тебя отбираем. А лучших надо растить. И растить уже на студенческой скамье, и в этом должны принимать участие предприятия, и в том числе крупные корпорации, которые сами. Вот такая общая идея. Ну, кто такой лучший выпускник, вот здесь есть такое наше определение, насколько там научное, я не знаю. Следующий, пожалуйста, слайд. Значит, ну, отбор лучших — это, в общем-то, элемент процесса набора персонала. Вот он здесь схематически представлен, все, так сказать, как сейчас называют печаловцы, это, значит, знают. Это планирование, сколько надо, это привлечение, это отбор, отбор и привлечение, это смешанное, чтобы было, кому отбирать, чтобы люди пришли, вы тут устройства, значит, 14-го года. На чём не пор это всё остановиться? Значит, ну, главное — это, конечно, отбор лучших, без привлечения не обойтись, и начало — это планирование, то есть, элемент. Большая работа была проведена с 15-го года, значит, здесь, значит, был проведен мониторинг рынка труда молодых специалистов по сложной схеме, были, значит, созданы порталы, информацию каждый год собирает, как мы даем, сколько мы в этом году и на пятилетку, ниже слайде я покажу. И, значит, вот буквально, значит, во второй половине прошлого года, и в этом году закончилась релета, это была, значит, по бренду целая компания, другие вещи, они здесь есть. И вот отбор, отбор здесь, значит, создание карьерного портала, дни карьеры Росатома первые начался в прошлом году, стипендиальная программа, значит, это, значит, конкурс для высокополенциальных Н, вот это все начало, и на некоторых моментах я именно новых остановлю. Все остальное, традиционный, там, значит, набор, значит, я имею в виду целевиков и так далее, и так далее, это, значит, осталось. Следующий слайд, пожалуйста, мониторинг отраслевого рынка труда. Тоже долго останавливаться не буду, но сложная работа, она была проведена, в данном случае, видите, здесь 13, это вот то, что начинала, да, вот, и она проводится, это, как бы, идет каждый год для того, чтобы, значит, грамотно сформировать планы напора, и вы видите, что здесь, вот, значит, и вузы здесь участвуют, как и вузы наши. В Росатоме есть, так называемые, опорные вузы, это 16 вузов по разным регионам, в Санкт-Петербурге, это, значит, два вуза, большой университет и политех, вот, на них, прежде всего, ориентируемся, ну, и на другие профильные специальности, в том числе, вот, мы сотрудничаем с военмехом, значит, и, если говорить о нашем предприятии, оно конструкторское и исследовательское, две категории персонала, инженеры-конструкторы и инженеры-исследователи, значит, на первом месте, значит, этаж, выпускники политеха, на втором, с небольшим названием, военмеха, а все остальные там уже, значит, пожалуйста, значит, дальше слайд, который мы быстро очень проедем. Итак, просто здесь вот информация, которая, значит, собрана была, и она еще наращивается, видите, здесь 14 по 21, это мы закладываем все эти в компьютеры, каждый раз там программа создана, сколько вы хотите, собирается по дивизиону ТВ, значит, по дивизионам Росатам, и вот, пожалуйста, цифры. Общая потребность, начиная с 14-го года этого снято, 14 тысяч там, 482 выпускника, вот такая точка, какая-то, наверное, так с фамилией, это 2. Ну, это получается, чистое, это только урожайник, математика, да, вот. И, значит, вот здесь потребности ТВЭЛа, значит, это нашего дивизиона, здесь, опять-таки, видите, в этом году, в смысле 14-го в конце дали, вот уже на 15-е сдвинулось, да. Ну, здесь вот эта вот кривая вниз, это общее, так сказать, от МВС, тут, сейчас не могу рассказывать много, вот у нас тут будет спад, поэтому вот такие вещи. Пожалуйста, следующий давайте, следующий слайд. Уже здесь вот система анбора лучших выпускников, значит, нет, извините, это штука у нас, а, ну, ключевые специальности, да, ключевые специальности, вот они есть, значит, наши Росатоновские, значит, начиная ягерная физика, и здесь предприятия, которые, значит, вот эти вот вещи, значит, набирают и количество, вот. Ну, видите, на последнем месте, на первом месте у нас ягерная физика и технологии, что понятно, да. на последнем месте экономика, юристов вообще нет. А, юристов, юристов. Ты сейчас поменьше, что ли? Вот. И здесь вот набор, который планируется, ну, вот, который, планы, двенадцатый, восемнадцатый, это будет планировать. Давайте дальше. Вот, и до главного, Александр Александрович, вот, система отбора лучших выпускников у нас выглядит так. Ну, тут главное уже, да. Главное уже, да. Да, забрали за главным. Вот, имеется в виду, некая такая воронка, значит, процент, ну, что называется, оценки и отбора, вот по этим критериям. Есть формальные требования, которые студенты, значит, базового груза, отборного или пробенного и так далее. Относливые требования, это средний балл, значит, здесь написано, выше четырех, сейчас цель поставлена, там уже четыре и два, и так далее. Тестные способности у нас проводятся, относливые требования, это, значит, вот четыре компетенции выгодные, и дивизионы сами формируют, какие мы, значит, увидим, значит, на одной слайде. И, после вот этого, студент, или выпускник, или еще старший выпускник, мы попадаем уже в базу, значит, карьерного портала Росатома. Есть карьерный центр Росатома, у него есть портал, все числать, мы его увидим. Вот он, да, останавливаться не буду, здесь вся информация собирается, и для предприятий, которые могут посмотреть анкеты, какие анкеты у меня там есть, могу показать отдельно. вот, сами выпускники, студенты, могут, значит, посмотреть, какие есть варгансии, и все такое прочее. Значит, вот, пожалуйста, его электронный адрес. И, значит, теперь, по каким критериям, по каким, так сказать, компетенциям отбираются выпускники? Они сформулированы Росатом, большая работа проводилась, семинары были дискуссии и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. вот, я об этом говорю. Ну, вот они. Мы, насколько, так сказать, они, потому что, вот, у студенческого мышления, какое, значит, у студентов, может быть, у студенческого мышления. Так вот сформулировали, это, часть тех компетенций, по которым оценивается Росатом, и каждый проходит оценка, рекорд и так далее. Вот. И они вот так, где-то сформулированы. Тоже, значит, это, как бы, база. Вот. Та, значит, которая здесь была заявлена, значит, это отраслевые требования. Отраслевые требования. Следующий слайд, пожалуйста. Это, вот, наш дивизион ТВЭЛ сформировал свои дополнительные, как и каждый дивизион, как какие там другие, я не знаю, у нас были такие. И здесь я хочу обратить внимание на что? Что здесь главное, это прохождение стажировки на предприятиях ТВЭЛ, поставлена задача, сейчас, тем более, у нас, тоже, так сказать, вот, с 14-го года возобновлена работа по созданию системы наставничества, поставлена задача, чтобы 100% выпускников, извините, 100% проходивших практику с наставником, оставались на предприятии, ну, возвращались на предприятии. и, значит, в целом, 40% это брать тех, кто, значит, проходил практику, на практике, и, значит, вот это тоже очень важный момент, наличие, портфорио, участие студентов в конференциях, бушках и так далее. и вот почему, я говорю, Ваймейк, у нас тоже, очень серьезный, хотя не опознан, и в другой системе, потому что, Ваймейк очень много, и когда ты, скажу, рост студенческий, мы все это знаем, есть договор о сотрудничестве, товарищи, по словам. Поэтому, ну, вот это очень важно. Ну, знание английского рынка, и, там, интересно, спорт, все, я помню, что это, не знаю. Следующий слайд, пожалуйста. Какими методами вот это вот все оценивается? Они у нас разработаны, предусмотрены. Этим занимается корпоративная академия Росатом. Она в Москве, она очень солидная. Мы большие деньги платим. Здесь, возможно, какие-то программы найти подешевле, но есть корпоративная политика, и говорят, ты должен учиться только там. Где ты туда? Это понятно. Вот. И здесь, смотрите, вот это имеется в виду, значит, вот по тем компетенциям, которые, как я сказал, они, ну, как бы общую основу там, значит, все равно проводится методика оценки, и что здесь вот? Используются различные, так сказать, предусимуляции игры. Это, значит, только в корпоративной академии, там существуют центра оценки, она так проводит. Мы туда отправляем, значит, тех вот, кто у нас пришел, а студентов, я думаю, на нашем предприятии небольшой там, но, в том случае, в дороге. Вот, после бакалавриата мы посмотрели, он хороший, мы его на полставки, полставки это деньги, на самом деле работают полный день, и второй день половинку, чтобы можно было и не учиться. У нас нет такого, ты у нас пришел, работай, а все, чем у тебя лучше, забыли. Когда говорили, мы говорили на ладу, но забышь, у тебя очень много, сейчас у тебя лучше, как у вас цены. Поэтому все это у нас есть, и мы их тоже посылаем на разные конкурсы. Ну, как обычно, вы видите, я не постановлюсь, давайте следующий слайд, где выписана вот общая уже система, вот эти ступени, и я хочу сказать, что вот здесь такая чуть-чуть подняться, ну, вот здесь вот показано, что это не просто проходит тот, кого мы, ну, пришел к нам на работу.